Тебе. Ну что? Ну что? Все попрятались-то все. Все попрятались-то все. Разговаривать не с кем. Как увидят, что перекрестят, что так в обморок падают, Господи помилуй. Пасха на носу. Вы знаете, послезавтра будет день великий? Знаете? Знаете? Да. Вот оно будет. Надо вот эту книгу читать. Книга книг. Библия. Да, Святая Библия. Она указывает на все, как надо жить, что Христос умер за наши грехи. И вот в третий день воскрес. И поэтому человек, который принимает Христа как своего спасителя, верует в Него, соблюдает в Западе. Господь ему прощает все, что он до этого сделал, чтобы жил по заповедям Божьим. Что там маящит? Что там маящит? А как я могу относиться, как пускай. А как я могу относиться? У нас очень хорошее отношение с ними. Мы вот предприняли миссионерскую поездку. У меня 38 томов вышло из печати моих книг. И я решил их подарить библиотеке мира. Мы живем в Барнауле. А это книга о том, как жить. Мне много вопросов задавали в университетах студенты. Я вел занятия в пяти университетах. Три радиопрограммы. Много. И поэтому всякие вопросы были. И мы, когда в поездке были, в Баку были, ночевали в доме Мулы. Ходили в вещей. Вот смотрите. Видите, нет? Смотрите. Считайте, что написано. Вот. Просчитайте, какое отношение ваше к исламу. Вы должны считать свою книгу. А не делать, что не положено. Я с вами разговариваю, вы моложе меня. Вот здесь мусульман много. Примерно 80% об этой рулетке. А кто создал рулетку, ни один не знает. Для чего создал, не знают. А я скажу, создал его школьник, 17-летний. Андрей Терновский. Двоечник. Экзамены сдавать, говорит, не могу. Я давай думать, что и придумал вот эту рулетку. Это для блуда. И сами подумайте, почему мусульман столько здесь? Со всего мира собрались. Я им рассказываю. А для чего? Я говорю, очень просто, понятно. Вам разрешается по вашей вере иметь четыре жены. За каждую надо хороший колым платить. Да, правильно. А как вы знаете? Я говорю, у меня том вышел про Коран. Я разбираю все суры и аяты в сравнении с Библией. И что о мусульманах было сказано, и они за 1300 лет. Они тогда глядят уже по-другому. Я говорю, а сюда вы пришли? Не четыре жены, а сорок четыре. И все голые, и даром отдаются. Вот вы сюда и сошли. Жеребцы весенние. Они захохотали, сидят. Я знаю вашу породу. Своих жен бережете, а чужих обхаживаете. Надо жить прямо. Вас тоже блуд-то не одобряется. По вашему учению, тоже есть за гробом другая жизнь. И там мука вечная есть. А ведете себя так, как будто никакого суда не будет. Это неправильно. Вот мы где ехали в дороге, а мы проехали 120 тысяч километров. 650 городов посетили. И мусульмане везде нам встречались. И ни один против нас ни слова не сказал. А где можно, помогали нам. Мы прошли Турцию. Шесть мусульманских республик. Мы всем говорили о Боге, о Христе, о спасении жертвой Его. Вот в одном месте были мы. Там, кажется, Каспийский город. И в библиотеку входить на второй этаж. Не второй этаж, а как бы с подвального. И там стрелкой написано «Комната для намаза». А там библиотекари не женщины, а мужчины. Вот правильно-то. Мы говорим, а нельзя помолиться дать. Он тут же позвонил, нам дверь распечатали. Мы тут около двери разулись. И там все засняли и молились. Просили мира Дагестану. Преклонили колени. Просили, чтобы Бог просветил этот народ верой евангельской. Мы относимся к мусульманству как к бещу Божьему. Люди не хотели проповедовать. Это все были бы православные люди, если бы проповедовали. Они очень ревностные. Как Андрей Куряев говорит, религиозно талантливые. Вы слышите меня? Что-то у вас плохо, то почему слышно? Микрофон где-то далеко. Прямо ничего не слыхать. Слышите? Да, вот всяк лучше слышать. Наверное, это у вас в настройках что-то не так было. Вот какое наше отношение? Сами решите, какое. У меня еще дед принимал... Положительное. А? Положительное. Положительное еще какое. Вот у нас две общины православные. Вот зайдите на наш YouTube. YouTube называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. YouTube. Канал. И вы увидите, как наши сестры одеты. Мусульманы, их все признают присульманами. И вы говорите, это наши сестры. Они одеты в два платка. Одеяние до пола. Мужчины все с бородами. И когда мы по городу идем, из церкви нашей. А тут бывает туркмены, узбеки дорогу делают. Они сразу... Наши сестры идут. Мы говорим, это православные. Нет, это наши сестры. Ваши идут по-другому одетые. Там голая задница. Вот мы где были, нас за ваххабитов считали. Милиция задерживала. Вы ваххабиты. Я говорю, мы Евангелие несем. Евангелие людям. Евангелие людям. Вот наши отношения. Как они потом начинали относиться. Если у вас будет желание поговорить когда-нибудь, что-нибудь, вы можете найти сайт. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Я один с этой фамилией. Мусульман. Еще мой дед принимал. В деревне, когда они проезжали куда-то что-то покупать. А они жили здесь, где-то ближе к Казахстану, наверное. И... Их никто не принимал. Вол утащили и кричали. Это тот, который нас принимает, мы вам рассказывали. Понимаешь, это у нас уже заложено было. Мы не... Вот я начальник детского лагеря был. Начальник детского лагеря. 45 лет. Свой православный. А у нас все были там. И баптисты, и адвентисты, и кого только не было. Немцы, цыгане, евреи, и мусульмане. Мы никого не принуждали ни к чему. Но когда уезжали, все крестились и молились. А почему? Они увидели, как профессора приезжали, за нами это исследовали. Главный движитель лагеря, с большой буквы, любовь. Вот в прошлом году к нам приезжал мусульманин, принимал крещение. Очень ревностный, порядочный такой, трудяга. Очень понравился он нам. Погромче. Где вы сейчас? Город Барнаул, Алтайский край. И мы проехали с книгами до Владивостока. Я дарил во всей библиотеке 38 томов книг своих. Это мои книги, мной написанные. Это Господь все сделал. Нам никогда бы не сделать. И мы проехали до Владивостока, Тихий океан. А потом до Лиссабона, Атлантический. В Скандинавию, Прибалтику и Север. 650 городов посетили. Везде дарили. В шесть мусульманских республик и Турцию прошли. В Турции у нас была задержка. Русская мафия нас там заблокировала. Так турчанки нам помогали, которые на таможне. Это они там чай нам готовили. А мы почти сутки стояли, подняли руки и молились. И русская мафия отступила от нас. Говорит, нам этих не взять. Вот как было. У нас очень большой опыт. Мы 120 тысяч... Что-то сказать хотели? Что-то сказать хотели? Да, да. Удачи вам, говорю. Да, спаси Христос и вам того же. Желаем самых наилучших благ. У нас праздник великий будет послезавтра. Пасха Христова. Наконец-то, наконец-то. Так. А что, мы с вами встречались? Нет, просто данное уважение. Здравствуйте. А вы можете очки снять? Я разговариваю когда, чтобы мне нужно глаза видеть с человеком. Правда, да? Да, я вам много расскажу. Какой у нас канал, видеоканал в Отсети Библии. На время хотя бы снимите. Нет, спасибо. Нет, я останусь так. В очках. Ну, а что скрывать? Это молодые люди. Ты нормальное лицо, же не изуродованное, с шрамами. У меня глаза нет. Это скрывается, я-то знаю это. Ребята на этом канале, тут тьма тьмущая, разврат, всякая пакость творится. И мы сюда пришли, чтобы рассказать о Боге. Да. Я тоже вчера сидел и показывал, рассказывал. Ну, потому что Пасха все-таки скоро. Так мы вчера с вами встречались? Конечно. Ага. А то у меня столько много встреч, да я еще выезжал и как Бог знает. А может быть, что у вас там за коробки наверху? Где у нас? Да коробки там у меня разные, иконы там все это. А так-то у меня библиотека, это в другом доме пожар был. Комната высокая, от пола, от потолка все в книгах. Это замечательно, замечательно. Ну, Господь дает. Это самое важное, все. Мы несем благую весть людям, что Христос умер за грехи людей, и жить надо по-другому. Мы родились, вот я в старообрященской беспоповской семье, кержаки. И страх Божья мать привела. Ни в пионеры, ни в комсомол мы не вступали. И Бог спас. От женщин связи никогда не было. Я еще ни одному матерка не сказал, а мне 80 лет уже. И нельзя воровать. Это вы молодцы, конечно. Да, это Господь сделал так. А в 23 года после армии мне в руки дали Новый Завет, Евангелие. И я обратился, покаялся. И у меня жизнь началась совершенно другая. Я на себя смотрю, встал с колен, как будто это не я был. И вернулся, когда на корабль... Ой, вы что, верующий, что ли? Да, верующий, православный христианин, проповедник. А я грек. Я вообще, в принципе, на Русь православие принес. Так, вы только будем говорить, чтобы нигде не ругались. Я ругаться не знаю. А вы знаете, что послезавтра у нас великий праздник. А сегодня вообще чисто четверг. А вы помылись, блин? Да, как раз вчера. Ну и я сегодня. Вот. Мы пришли людям рассказать. А Великой... В Библии люди писали. Я их знаю даже. А я скажу, кто писал. Вы меня спросите. Я вас даже спрашивать не буду. Я знаю, кто ее писал. А кто? Божьи. А, заплатите, я вам скажу. В Библии написано, писали ее святые божьи человеки, будущие движимы. Во-во-во-во-во-во. Вот, вот, вот они писали. А я их лично знаю. Около сорока авторов в течение 1600 лет. Пятидесяти шести, если вы сомневались. Нет. Я вам докажу. Деньги только заплатите на счет. Я вам покажу, кто из пятидесяти шести из них писал. И кто добавлял. И кто добавлял. Ну-ка, скажите. Деньги вперед. Значит, еще не знаете. За деньги никогда не проповедовалось Слово Божие. Я вот пятьдесят шесть лет не знаю. Посмотрите, посмотрите. Хорошо, я вам так скажу. Вот вы такой, типа, там, бородатый, лысый дядька. Вот, скоро грядет Пасха. Скоро грядет зажигание огня. Какого? Который как бы являет... Богу слава. Аллилуйя. Вы знаете, что... Ну что, стань. Послезавтра будет Пасха Христова. Вы что, издеваетесь, что ли? А вы когда-нибудь читали эту книгу? Никогда не читал. А вы можете разговаривать, чтобы ни одного матерка не сказать? Нет. Будете ругаться, да? Нет, ругаться, это когда я прям безостановочно. Все, тогда... Здраво тебе, Павел наш. Ну что, испугались, дорогие. Я хочу сказать вам, будет праздник послезавтра великий. Пасха Христова. Здраво. Вы знаете, вот такая есть книга, называется Святая Библия. Она дом оберегает, как Златоуз говорит. И человека наставляет на путь истинный. Писали книгу «Святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». И главная цель всего – познакомить с Богом, со Христом, Спасителем, как Он умер за наши грехи, распятый на кресте. И как снова придет судить этот мир, чтобы люди жили достойно. А вот эта рулетка, тот щад, это здесь Содом и Гоморра. Что попало делают? И мужчины, и женщины. И мы пришли сюда людям сказать, что ни один прелюбодея, ни один сквернослов. Там пьяница, табакур, царство Божие не наследует. А будет в аду гореть в огне. Вот я уже нахожусь здесь, наверное, восьмидесятый день. Ну вот, говорим людям, уж как кто примет. Находятся, которые знают. Вчера мусульманина один долго беседовали. Он говорит, я думал, я самый старый тут. Я говорю, а сколько вам? Он говорит, шестьдесят два. Я говорю, ну мы почти ровесники, мне восемьдесят. Вот если вы зайдете на наш ютуб-канал, у нас есть, вы из него не выйдете. Там сокровища. Мы строим православную деревню, снимаем. Как вот занятия, вот я вел в университетах. Как мы проехали от Тихого до Атлантического океана. Я в каждый город, там район, дарил свои 38 томов книг. И все заснято. Встречи с людьми какие там. Канал называется «Во свете Библии». Зарядите, запишите себе его. Хорошо. «Во свете Библии». Там четырнадцать тысяч восемьсот или девятьсот роликов. Хорошо. Так, еще. И надо написать «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я, чтобы сразу открылось. А если вы запишите «Во свете Библии» Игнатий Лапкин слово через гугл, найдете сайт, то на сайте все там книги мои увидите, фильмы, которые о нас снимали. Вам интересно будет? Вот я был начальником детского лагеря, сам его основал, православный, 45 лет. А о лагере снято 470 роликов. Как встают дети, как мы с чем занимались, учатся на конях ездить, на лодках, работают. Дети маленькие, все работают. Подъем в 5 утра. Настоящих христиан растили. Лозунг висит «Россия должна встать». И дети скандируют «Россия – это мы». И вы это все там увидите, как Роспотребнадзор нас давили и гнобили. Что получалось из этого? Мы учили детей в руки не отдать. И как приехала полиция, ну а дежурные-то дали сигнал, и дети бегут в обратном направлении, и там сверкает гроза, как боевик какой. А мы детей разобрали по деревне, и никого, ни одного ребенка не могли взять. И все, а то Господь, 45 лет, ни одного больного не было, ни одного отравленного, ни одного утонувшего. Мы просто показали, как в бедности можно жить интересно и красиво. Не проклинать правителей, а молиться за них. С праздником вас. С праздником. Если у вас будет желание встретиться по скайпу, зарядите Игнатий Лапкин. Я один такой только, с фамилией. Игнатий Лапкин. Ну, с Богом, сестры. Спасибо. До свидания. Храни вас Господь. Будьте радостны. Боже наш, слава тебе. Я не русский. Вы верующий? Да. Вы знаете, что послезавтра будет самый великий праздник? Ну, слушай, я не русский, брат. Я Дагестан. Так, а написано, что вы из России? Ну, написано в России, но я живу в Дагестане. А вы считать умеете по-русски? Вот такую книгу считали? Нет. Это главная книга мира. А по-русски-то вы понимаете? Зависло, зависло у меня просто. Это Господь так сделал, чтобы мы встретились? Так, у вас, может, какие-то вопросы есть? Конечно. Давайте. Сколько лет вы уже верите в Бог? Ну, как верить? Просто верить, что Бог есть, и что будет суд Божий, и что будет муха вечная. Это я знал, наверное, до двух лет уже, мать говорила. Мы боялись в Самуал. А вот уверовать сознательно по Евангелию, в 23 года после армии, когда мне в руки попало Евангелие. Да.